Привет всем! Сегодня у нас необычная тема. Наверное, большинство тех, кто следит за каналом И не догадываются, что у нас в городе появилось помещение, в котором в перспективе, конечно, будут, наверное, что-то добавляться, развиваться Ну, в общем, люди этим занимаются, соответственно, поэтому сегодня я в гостях у семьи Марченко, Александра и Светлана Ну, они люди в городе известные, Александр известен, видимо, своим клубом больше всего его знают, потому что часто мелькает на мероприятиях А Светлана известный скульптор городской наш, все-таки, по крайней мере, у Ладглас музея исторического нашего стоит скульптура Которую, собственно, и родила, так скажем, раз она женщина, ну, родила, значит, Светлана Вот, поэтому сейчас об этом и поговорим Да, ну, так вот, это все-таки, как говорят хозяева этого помещения, это не музей, фактически Это просто место для единомышленников Так как это клуб, ретро-клуб, то они собираются вот именно здесь Вот такой шикарный стол, смотрите, тут как можно здорово все это дело И обсуждают, беседуют, готовятся к своим поездкам, встречам Поэтому, вот, Александр, ну, давайте Ну, наверное, интересуюсь, с чего все началось С чего, да, первое это Началось из того, очень просто, папа купил автомобиль Купил Волгу, которая вот, все славные времена Или не славные Начали отводы, когда все все продавали Практически я купил ее за бесценок, 21-ю, восстановил через 5 лет Это вот эта бежевая, как-то бежевая Да, бежевая, 21-я была сначала Ну, и первая мы как-то с семьей съездили на один из летов в Ригу Участвовали А где такой год был? В Йормале Ну, я даже не помню, какой год примерно Ну, в 5-м году, наверное, да, мы съездили То есть, тогда она уже в статусе ретро стояла Ну, да, мы уже еще не было, ретро было, не помню, но уже получили Ретро Ну, когда мы съездили, потом что-то зашло, вот такой Еще раз Какая-то мысль А почему бы у нас ретро-губни сделать И почему бы нам не заниматься Потому что знаю город довольно неплохо Я знаю владельцев некоторых автомобилей ретро И поэтому захотелось их объединить, да И, так сказать, для души Хобби это воплотить в какой-то клуб Тем самым показать историю Это история все-таки История всегда интересна Она интересна и молодежи, наверное, интересна И более возрастному поколению, которое вспоминает что-то о чем-то Да, это чувствуется, ностальгия какая-то, да Это молодые годы У меня у папы была, мой дедушка возил вот такой И так далее, да Ну, а потом появился ГАЗ-24 Приобрели, да, второй автомобиль уже Как ретро, тоже оформили его ретро Этот автомобиль, кстати, довольно легендарный В разрезе Резак, но он принадлежал герою соцтруда, машинисту Думбри Такой был Это ее автомобиль Такие автомобили не выделяли просто так Их невозможно было купить Да, за Волгу купить, это нереально Вот, как герою соцтруда Ему просто была возможность купить ее Вот он приобрел Он на нем проехал всего лишь 52 тысячи Потому что в основном он стал рекордом на железе дороги Некогда было кататься То есть там движок с носом нет, получается, еще Она вот в оригинале Она 52 тысячи Но сейчас мы на ней где-то почти до Германии добрались А сколько она ест? Она же, ну, прожарливая машина, правда? Все, что льешь, все съедаешь Все съедаешь Не уговаривай, не надо Нет, нет Ну, в принципе, и пошло это так А сейчас сколько человек убьют? Ну, так вообще Ну, относительно, я бы не сказал бы, что мы еще сформировались Да, мы еще вот эта стадия формирования идет Кто-то отпадает, кто-то приходит новый и так далее Да Хотелось бы, конечно, вот Ну, человек у нас таких стабильных Ну, действительно, есть таких так, да? Которые собираются вот Ну, хотелось бы привлечь к этому делу молодежь чуть-чуть, да? Чтоб не занялись, смотрели что-то Ну, в принципе, пугает, конечно, за хобби недешевое, да? Да, сразу скажу, да? Это хобби, которое требует усилий, труда, это хобби, которое требует усилий, труда, не просто так, это можно подготовить, потому что, несмотря что она ретро, она должна соответствовать всем параметрам по техосмотру А что дает статус ретроавтомобилю? А что дает статус ретроавтомобиля? Да Выдастся номера Да Выдастся номера По желанию, конечно, вы желаете, можете ее повесить, если надо пройти комиссию, автомобиль должен иметь не более 10% изменений, допускается, да? Там каждому не дадут, она проходит комиссия, комиссия утверждает, присваивается статус ретро и отделец автомобиля освобождается от уплаты дорожного налога Это довольно солидная сумма, да? Да Это уже приятно, мы платим, ну, страховку Это на бензине? И за техосмотр, да Чтобы легче прожарливаться и утолить Ну, практически ездят, они приходят, мы не гоняем, бережем, да, и так вот, вот уже третий раз участвовали Ну, а хорошо, вот, в празднике города Коммерчески интересный вопрос, если сложно, не отвечайте Такие машины, они в цене, что ты, вот, я бы для себя, как пацан, растет Единственное, конечно, греет душу, она вот как, то есть она растет Она как депозит, понимаете? Это депозит на колесах, да, который вот растет и растет Интересно, даже к такой советской ретро-технике есть, да? Есть, конечно, она вырастает, цена, ну, не сногошибательная Хотя в какой-то стране она может быть там Ну, к примеру, если взять эсэску, вот я там смотрел, там, сравнил Двадцатьчетверку в отличном состоянии, там, за десять тысяч подают, да? Серьезно? А двадцать первая Волга ее можно и за тридцать продать Да, это на нашем рынке, вы хотите сказать? А если это западный рынок? Ну, где-то в Америке читал там за тридцать Знаете, это такая вещь, когда, если ты нарвешься, извиняюсь за это слово, да, на коллекционера Если ему понравится, то он выложит любые деньги Да, он выложит любые деньги Коллекционеры Так вот Такого ассортимента, да, они являются людьми, не бедными Хорошо, такой вопрос с подвохом Продали бы ее за большие деньги Нет Вот так сами говорили, что Зарвались на коллекционера Пришел завтра к вам клиент Нет, нет, нет Столько дам, что Послушайте, а почему я что-то хуже? Ну и все, я тоже хочу получить завод То есть такая гордость коллекционера, она тоже присутствует, правильно? На этом и держимся, что-нибудь Ну, я, наверное, детям сумму оставлю, да, я продавать не собираюсь Вернее, так оно и будет, так оно и есть, они даже знают У кого, чья машина будет? Пусть это будет депозит их Вот интересно тогда, получается клуб У вас, вы говорите, постоянных 10 человек примерно Ну там, понятно, жизнь она жизнь, кто-то отсеивается, кто-то присеивается Да, 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 да 10 человек – это постоянные члены клуба Но это и друзья их, да, это и знакомые То есть они, с кем мы общаемся, гораздо шире, гораздо больше людей 10 человек или 15 человек – это те люди, которые вот члены клуба, да А что, у вас есть удостоверения какие-то или что, или вы ничего, просто вот члены клуба, знаете как? Ну, вступление в общество есть, да, такая форма, ну… Ритуал какой-то есть, нет, не придумали еще? Надо подумать об этом Ну, посвящение, да Ну, посвящение, конечно, это же должно быть по-любому как-то Ну, видите, мы еще молодые, нам еще только два года исполнилось, вот идея хорошая То есть есть о чем подумать, вот, о посвящении, то есть какое-то, я не знаю… Еще очень много надо сделать, да, и на самом деле… Хорошо, вот вы вспомнили про много сделать, сколько времени съедает это вот вообще, именно клуб, не то что там, а именно занятия клубом, организация… Ну, не так много, скажем, да, в основном всегда это время, конечно, подготовка к праздникам, да, праздник города, поездкам, подготовка к техосмотру Ну, может быть, мы еще не столь уже, так сказать, постоянно, на какой-то постоянной основе собираемся за каждую неделю и так далее, нет, собираемся по требованию, так, требуется где-то, ну… А вас куда-то приглашают, кроме как… Ну, приглашают, да, нас пригласили в Преле на праздник города, да, да, мы участвуем там, первый раз в Преле будет это, мы еще просили, я туда ездил, да, ну, участвовали в празднике района, там некоторые члены Кубы ездили, А что значит, что значит сотрудничество, в чем это… Нет, с риским, ну, это у них, антикварных автомобилей, ну, я там был даже, да… Да, шмите, там, на вся выставке, да… Собственно, они дают, там, какую-то помощь информационную и так далее дают, чуть-чуть, ну, сопричим с Преле, у нас Андропене, Вудзи есть там, потом Велики… Валове… 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 Ну, где-то так… Если поговорить о том, каким бы хотелось быть, ну, конечно, таким насыщенным, с более таким… Уже я присматриваюсь к автомобилям, чтобы было, не повторяюсь, а, как бы, собрать весь ассортимент и того времени автомобили, да, показать, ну, начиная или кончая инвалидкой… Ну, чтобы расширять, деньги же нужны, это… Вы же не заработаете на клубе денег, значит, должны быть какие-то… У нас у людей есть… Даже есть инвалидка, так называемая… Ну, а вам знакомые какие-то… У кого-то же в гаражах стоят, скорее всего… Стоят… Я не удивлюсь, что вот сейчас, если… Как это… У нас в городе есть две победы делается, да, две победы, насколько я сегодня знаю, да, мотоциклы делаются, да, старого типа… Ну, есть там, что у нас еще есть… Запорожец, потом 400… Та же Элина там сегодня… Да, ну да… Так называемый УАЗик из Буханка у нее… Так же у них есть 401-й москвичи, и они там хочут восстановить, да… Тоже с удовольствием потом присоединяться как-то… Будем совместно что-то делать, да, привезти разговор состоялся… Вообще, к этому делу хотелось, конечно, привлечь только молодежь… Ну, вот сейчас, наверное, плохо, что нет этих станций таких, как раньше было, что… Где кружки какие-то были, там… Об этом хотя бы можно было поговорить, сейчас вот как это привлечь, что вы представляете… Ну, тут… Сложно, да, это организационно сложно… Ну, тут же, наверное, финансы какие-то, да… Ну, да, финансы… Хотя, может, если есть какой-то желающий, очень хорошо… Ну, участок в этом движении… Вот у нас есть машина «Латвия», да, есть кузов, надо переврать и катайся… Потому что у нас просто не хватает уже рук кататься… Да, это понятно… Пожалуйста, ну, пока желающий не находился, я так предлагал, предлагал… Так что новое поколение уже не привык плагоники крутить, да, особо… Хорошо, смотрите, ретро-клуб, он ретро-клуб, и… Понятно, желание автомобилей… Эти… Ну, окружают вещи… А здесь вот… Да… Ну, скажем так, это наше советское прошлое, тут я так больше вижу… Да, да… Ну, реально вот… Даже я сейчас из того, что… Советское прошлое… Это у меня был… Это у меня был… И это у меня был… Вот три вещи, которые я прошел… Ну, вот этот соответствует возрасту ГАЗ-21… Да… Этот у меня соответствует ГАЗ-24… Да… Это всем известно… ВЭФ, кстати… Может кто-то не видел… Сейчас все говорят… Вот много говорят… Что вот… Раньше Латвия делала свои радиоприемники… Вы знаете… Вот этот вот ВЭФ-202… Я расскажу… Даже я был в музее ВЭФа… И там такая была история интересная, кстати… Может вы ее не знаете… Однажды в музей ВЭФа приехали немцы… И они привезли с собой ВЭФ-202… Благодаря которому они в море где-то… Живы остались… То есть они на яхте поплыли куда-то… Все там тонуть начали… Залило их водой… И только ВЭФ… Они вытащили из-под воды этот ВЭФ… И узнали, что их ищут, как-то там настроились… Ну короче говоря… Этот приемник вселил им веру в жизнь… Они боролись… Они думали, что их уже там… Ну то есть… По новостям они понимали, что их ищут… И что скоро за ними… И говорит нас… Это просто вот… Реально в той ситуации… ВЭФ это был как наш такой маленький огонек света… Потому что в черном море… В море волкахаться ночью… И не знать, что вообще и как происходит… И только… На самом деле он очень хороший приемник… Очень хороший… Я… Японцы даже покупали… Да… Все покупали… Вот это тоже магнитола… Кстати… Это я уже расскажу… Может вы не знаете… Я… Эти магнитолы… Прошел лично… Многие… Нашего поколения… У меня такая была… И настолько популярная вещь была… Что в свое время… Когда я занимался… Халтурами… Ремонтом… Просто… Кормила… Момитола… Можно сказать… То есть… Настолько… Много их приносили… Не из-за того, что… Часто ломались… Скорее всего… Потому что… Их парк был очень огромный… То есть… Их ВЭФ реально столько… На выпускал… Что в каждом доме… Был вот такой комбайн… Потому что… Для многих секрет… Вот это вот… Оказывается… Кассета… Кто… Кто еще… Ну… Мне кажется… Тот уже не понимает… Для чего эта штука… Это штука для того… Чтобы туда вставить кассету… А кассета… Это… Магнитная лента… Накрученная… На такие… Бобиночки… И на ней… Музыка… Звуки… И прочее… Все то… Что сейчас на флешках… В интернете… И этот комбайн… Отличался… Именно тем… Что… Кассета… Магнитофон… И у него… По-моему… Еще что-то… Радио… Разные… Волны… Ну… У КВ не было, кстати… В советское время… У КВ редко где… Вообще было… Это… Такой диапазон был… Очень интересно… На самом деле… И… Наверное… Надо будет ждать того момента… Когда сюда можно будет прийти… Посмотреть… Или вы так… Пускайте сюда вот… Да… Допустим… Захотят люди вот это посмотреть… Интересно… Мне просто вот приятно прийти… Было бы посмотреть… На В в живой… На эти колонки… Которая вот такая же колонка… Стояла у меня дома… Один к одному… Я ее перебирал… Там внутри ваты целый килограмм… То есть… Я расклеивал… Смотрел… Как она сделана… То есть… На самом деле… Это я приходил к бабушке… Вот смотрите… Сколько воспоминаний… Поэтому… Ладно… Про музей… Когда можно к вам прийти… Как… Как записаться… Как организоваться… Подзвонить… Подзвоните по телефону… Подзвоните по телефону… И вы знаете… Если Александр много говорил… Вот… О автомобилях… Да… То я скажу немножко… О женщинах… Что же женщинам делать в этом ретро-клубе… А очень просто… Женщины… Они делают красоту… Правильно… Да… И поэтому тогда… Когда… Ретро-клуб отправляется… На какой-то… Показ… Автомобилей… Естественно… Актуальный вопрос… А в каком виде… В каком эмплуа… А-ля… Мы выступим… И выйдем… Да… Женщины… Они украшают… Поэтому… Сейчас… Вот… Я очень рада… Что… В нашем клубе… Появились женщины… Да… Вы не одна… Я не одна… Потому что… На всех мероприятиях… Мы вяжем… Только вашу шикарную шляпу… Пока… 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 Ничего… Других женщин… Замечено не было… Там девчонки какие-то сидели… Да… Уже есть… Уже есть… Значит… На следующем мы уже увидим… У нас есть Режанка… Да… Режанка… Которая приезжает сюда… Она садится в дедушкину копейку… Да… И участвует… Вот в этом году… Она участвовала с белым жигулем… Да… Вот… Я уже рада… Это ее жигуль… Она сама на нем приезжает… Да… Вот… И… Конечно… Женщины уже… Ну… Мы уже можем украсить это все… Да… Придумать какую-то новую движуху… Вот… Кстати говоря… Наш член клуба «Женщина»… Да… Она активно участвует зимой… В праздниках Шерлока Холмса… Да… 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 Она, значит… В организаторах… Поэтому… Это тоже интересная тема… Что же… Как же можно еще зимой… Ретро клуб может где-то участвовать… И что-то сделать… Может выставка… Может это… Выставка в помещении… Да… Какой-то автомобиль… И фотосессия… То есть… Ну вот… Позиция… Она просто так… Ну… Эпохальная может быть… Да… Она так интересная… Начинает… Вот кто приезжает… Смотрит… О! Это у меня было… Это… Я вот сейчас смотрю… Я хотел об этом сказать… Как не автомобиль… Да… Я смотрю и думаю… Ёлки-палки… Вот смотрю… И вот приятно… На сердце… Что… Лайма у меня была… Была такая же пластинка… Долина… Не знаю… Есть ли у вас там еще что-то… В армии… Когда служил… У нас была… Представляете… В армии… Сидят пацаны в комнате отдыха… А там стоит… Лайма… Долина… Пугачок… Просто это было… Как сказать… Ну это не передать словами… Отдушина… Отдушина… Это… Ну я помню… Я была очень маленькая… Лайсковый май… Вот это вот… Пластинка… Ласковый май? Да… Не могло быть пластинки… Ну было… Было… Ласковый май – пластинка… Да у нас есть… Ну покажите мне ласковый май – пластинку… Не верю, что могло быть… Это же уже было… Это… 90-е… Внизу… Ласковый май – пластинка… Смотри, смотри… 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 Не… Это не тоненькая такая… Которая была в журналах… Кругозор там… Или как он назывался… Ну… Реально… Пластинка «Ласковый май»… Вот она… Офигеть… Вот смотрите… Ну это… Это реально… Я даже удивлен вообще… Что есть пластинка «Ласкового май»… Потому что вся раскрутка прошла на кассетах… Да… Да… Еще на таких плен… Ну… Бобинные… Конечно… Конечно… И что была выпущена… Смотрите… Это я помню… Мне летчинка… «Ласковый май»… Пластинка… Я даже не подозревал, что она есть в природе… Хотя… Как бы… Вот видите, как в таких вещах можно найти что-то интересное… «Goodbye baby»… «Калейдоскоп», «Маскарад», «Ласковый май», «Тающий снег», «Лето»… Смотрите… Реально… А у меня не на чем послушать… Ну, ладно… Вот… То есть… Смотрите, сколько неожиданного может быть… Я уверен, что если порыться… Ну, просто… Мы не предполагаем… Мне просто уже интересно… «О! Высоцкий! Вот такая точно у меня была пластинка… У меня даже есть знакомая фотография… Он вот так его держит около себя там… И… И с ним… Типа выпивает… Ну, насколько вот приятно… Вот видите, я уже не жалею… Короче говоря, если вы хотите поностальгировать… Если вы выросли на… На этом… Вот на таких вот вещах… Раймонд Паус молодой, смотрите какой… Я тоже эту пластинку помню… Вообще, на самом деле, надо сказать, что раньше… Пластиночная тема… Это была… Ну, реальная пластиночная тема… Это… Люди же увлекались… Это… Ну, я даже не знаю, с чем сравнить… Сейчас такого нету… Нет, вы знаете… Сейчас… Что сейчас может быть аналогом… Сейчас в Риге… Музыки продают пластинки за большие деньги… Да… В антиквалют… Я говорю… Сейчас… Сейчас… Что может быть аналогом нашего интереса раньше… Кассетам… К пластинкам… Сейчас же нет такого… Музыку все равно слушают… Все равно… Молодежь слушает музыку… Просто свое… Другое… Нет… Я не про то… Смотрите… Раньше покупаешь пластинку… Да… Хранишь ее… Вот смотрите… Уже прошло этой пластинке 30 лет… 40… Она все еще жива… Вы уверены, что через 30-40 лет те, кому сейчас 16… Они достанут флешку и скажут… Вот на этой флешке… У меня хранится моя любимая музыка… Не верю… Они перезапишут эту флешку… Они ее потеряют… То есть сейчас уже все через интернет… Уже флешка не нужна… Да… Я про это и говорю… Что вот чем ценен именно… В данном случае ваш клуб… Ну уже тут я… Не ретро-клуб… У вас тут уже… Это… Даже наличие вот простых таких пластинок… Да… Прийти человеку просто их пополистать… Посмотреть… И каждая пластинка… Кому это интересно… Она вот… Мне интересна… Потому что… Это как жизнь листаешь свою… Раз… И ты видишь то, что было в тот год… В тот год… Ясно… Здорово… Ну и так же автомобили… Так же автомобили… Уходят люди… И они начинают говорить истории… Дедушки… Отца… Это интересно… Да… Активно сегодня… Ретро-клуб… Он… Чем… Не только те, которые имеют старинные автомобили… А те, которые всячески могут сотрудничать с нами… И… Ну… Фотографы… Да… Там… И так далее… И так далее… То есть все, которые в теме… Там еще фотоаппараты… То есть я где-то могу телефон там указать… Чей-то… Ваш… Вот хорошо… Прошел… Праздник города… Вы участвовали… Ну то есть я по крайней мере видел… И было не только ваши… Газы… А были там еще дополнительно… Интересные машины там… Да… Это что-то дало клубу? То есть в плане… Кто-то… Какие-то знакомства завязались… Какие-то предложения… Какие-то интересные… Ну… Что дают такие… Новые люди… Новые люди… Которые… Ну… Как бы… Хотели бы… За здесь примкнуться… Ну… Ну да… То есть… Найти… Естественно обмен… Где взять запчасти… И так далее… Куда обратиться… Что-то там… Информационное… Это клубное знамя какое-то? Угу… Давайте… Как оно выглядит… А… Ну понял… Эта эмблема уже… Эта эмблема знакома… Ну… Вот… Вот смотрите… Например, даже… Так называемый «Феликс»… Почему его «Феликс» называли? Он так и назывался… «Феликс-1» по-моему… Первый был… Потом «Феликс-2»… «Феликс-3»… Может быть даже если покрутить… Сейчас… Не… В том плане… Где-нибудь… Название есть? Что здесь? «Счет-маш»… Ну это просто производитель… «Счет-маш»… Завод какой-то был… Но он называется «Феликс»… Это… Для тех, кто не в курсе… Да многие не в курсе… Наверное… Это… По-простому… Калькулятор… Ну… Значит надо расширять… У вас тут много чего интересного… Помимо… Автомота… Потому что… Эти экспозиметры… Вот… Сейчас человеку… Вы понимаете… Вот… Мне эта вещь… Говорит о многом… Фотоэкспонометр его называли… То есть… Я уверен… Сейчас выйди на улицу… Покажи это дело… Там… Двадцати пяти человеком… Два скажут… Что это такое… Примерно… Вообще не понятно… Что это такое… Собственно… Почему меня эта тема заинтересовала… Потому что такие вещи должны быть… Вам спасибо… И… Такое должно где-то оставаться… Если это будет просто по домам… По… По полкам… Ну… Оно… Пропадет… На самом деле… Потому что я этим увлекался… Допустим… Мне это очень знакомо… Близко… Да… Поэтому клуб… Надо уже расширять на… Просто… Не ретро… Автомота… А… Ретро… Конкретно ретро…